После встречи с геологами во второй половине дня состоялась встреча руководителей компании с руководителями предприятий энергетики. Каскада Вилюйских ГЭС, управление строительства Вилюй ГЭС-3 и строительство ГЭС-3, западных электрических сетей, управление строительства линии электропередач и подстанций. Конечно, основным объектом обсуждения стало положение на строительстве третьей очереди Вилюйской ГЭС. По этому поводу директор каскада Вилюйских ГЭС Прокопьев Дмитриевич Осипов в частности сказал. По строительству ГЭС-3, если коснуться, получилась такая ситуация. По 1995 году 120 миллиардов источников, которые были записаны в постановлении правительства, как прочие, они так прочими остались. И за кем числит этот долг, мы сегодня не знаем. Долг после всех сверек около 130 миллиардов. Мы взаимозасчетами за счет тарифа, в основном за счет инвестиционного фонда, должны были отдать, мы отдали. Бюджет свои 45 миллионов тоже с верхом пополам, что там зашли, вексели, кредит, что так отдали. То есть те пункты, которые были записаны реальными, они отдали. Но не поступило ни одного рубля от РАО, хотя было записано 30 миллиардов, не поступило ни одного рубля от прочих источников. В результате сегодня с 5 января мы стройка остановили. И сейчас даем еще это самое празднование остановки до 15 февраля. На этот год пока реального источника ни один рубль не назван. Выложены номинации из комплектации и ГАЭС-3 снимать оборудование. В частности, у нас в прошлом году обязаны были заменить, потому что горизонтальная вода у нас, изоляция снизилась. Показатели по ЗУК-2 и 12 водок мы сняли на горизонтальных водок с комплектации ГАЭС-3. Три компрессора высокого давления сняли. И кроме того, еще почти на 3 миллиарда мы мелкого другого оборудования сняли, которые использовали на ремонтах по ГАЭС-1 и ГАЭС-2. А нам ведь все равно это возвращать придется. То есть, такое положение. Я просто пока за наше предприятие плачусь. Такое же состояние у западной сети я про строителей вообще не говорю. То есть, действительно, мы можем стать тормозом вашего дальнейшего возлития. Разговор с энергетиками состоялся долгий. А насколько он был жестким, можно судить по тем фрагментам, которые мы сейчас вам предлагаем. Сооружение, вот сейчас сделали обследование основных сооружений, мост и так дальше. Сейчас гидропроекты из заключения, они вообще начинают умывательки. То есть, я в целом имею в виду вот такая ситуация. С одной стороны, поселок сложился, как можно выразить какое-то слово, паразит. То, что кушает. А постоянные затраты я сегодня несу. Содержание поселка, основных сооружений и так дальше. Что делать? Поэтому, конечно, я вижу вот в этой ситуации два выхода. Первый, это то, что должен быть заемный капитал под гарантию или правительства, или акционерной компании. И второе, значит, все-таки решение вопросов тех валютных средств, которые есть в республике, так называемые, значит, второй бюджет и деление каких-то сумм. Поток людской не прекращается. А мы же ведь бессильны, мы же ничего не можем. Даже я сегодня занимаю, значит, там, ну как, присоединяюсь в любостройках, а мне ежедневно по 18-20 человек со стройки идет. Я беспомощен. И сказать ничего не могу, не могу сказать, значит, слава, товарищ Леонид Алексеевичу, что они там виноваты. Не могу. И ведем круглые сутки беседы. А уж не говорю о непосредственно руководителях здесь на стройке. Санкт-Петербург, сегодня стоят вот просто так, между в прошлом году народ сказал, а сейчас, сейчас мне они начали с ноября месяца. Николай Макарович, в июне открывается навигация. Основная часть специалистов, это даже говорит, потому что во многих учатся дети и так дальше. Ну это вообще в такие моменты. Давайте в установленном порядке нас сокращайте, выплачивайте и отправляйте по навигации. И это процентов 70 народа, значит, вот это с поселка уйдет. Потом никого сюда, никогда. Я просто не представляю. То, что у нас есть пример одычанская ГЭС, когда даже она и начнет, может быть, когда-то строится уже народ, никогда не привлечь туда. То есть непосредственно наш народ, который испытал всю тягость и разочарование. Мы через два месяца вводим док-юбилей. Два месяца он пойдет в пусконаладку. Причем это живое совершенно дело. Все. Это уже необратимо, понимаете? Это рост энергопотребления, при том дефиците, который сегодня сложился. Значит, говорит сегодня про остановку строительства Вилюйской ГЭС-3, это значит, республика подрывает свое будущее. То есть построим такой ГОК, положим туда гигантские средства и потом его крутить не сможем. Положение в энергетике и прежде всего в строительстве Вилюйской ГЭС-3 сегодня более чем сложное. Можно сказать, критическое. Акционерная компания «Алмаз России Саха» видит выход из него в следующем. Какое наше предложение? Какое наше предложение по интеграции? Я теперь уже от имени компании, стали, говорю. Предложение наше такое. Значит, поскольку, значит, ну, многие из вас, или большинство из вас являются ярыми патриотами, значит, так, и хотят, чтобы они были навечно причислены к лику энергетиков, то Бог с ним оставайтесь энергетиками, входите, будьте акционерами Якутской Энергии и так далее. Значит, мы предлагаем создать акционерное общество на боях в Якутской Энергии как юридическое лицо и акционерная компания «Алмаз России Саха» как юридическое лицо. Акционерное общество. Пропорция, ну, скажем так, 51 на 49. Значит, это акционерное общество возьмет в аренду, значит, всю западную систему. Будет арендовать ли? У кого арендовать? Это дело техники, значит, то ли это в государство, то ли в Якутской Энергии, там и так далее. Значит, и вот в рамках, в рамках вот этого совместного деятельства мы будем решать свои вопросы. И о тарифной системе, и о расплате, и о финансировании строительства ульевской гестеррии и так далее. Вот тогда будем говорить о гарантиях алмазной компании, вот тогда будем говорить о кредитных линиях, которые мы можем открыть под наши, так сказать, денежные потоки, которые двигаются с запада на наши счета, значит, и так далее. Вот тогда будем говорить о возобновлении переговоров с фирмой EVB и с консорцием английских банков, значит, и так далее. Если мы будем в этом участвовать, если компания Алмаза Саха будет участвовать, то возможности получения, значит, инвестиций, значит, резко возрастают. Они, конечно, не стопроцентные возможности на каждом из этих проектов надо работать по пол и более лет, значит, как мы работали, например, по удачной для получения кредитной реконструкции удачной и так далее. Ну, это совсем другой день. Это совсем другой день. Значит, мы в этом году справимся со строительством юбилейного. Значит, будем дальше по-иному рассматривать свои инвестиционные программы. Может быть, будут и прямые капитальные вложения в составные компании. Но, скажем, не в 96-м, не в 97-м, а в 98-м году. Из прибыли компании и так далее. Вот такие предложения есть. Вячеслав Владимирович, когда мы сегодня пришли вот в такую-то каковую ситуацию, никто нам ничего не обещает, выживем мы или нет, это, конечно, решение вопроса. Но, мне так кажется, не только уговорят там Рея, значит, Москву, там, значит, Реву и ПТН, должно быть решение на уровне вас, на уровне президента. А потом уже, значит, ну, все эти ступеньки и так далее. Конечно, нам надо выживать. У нас же здесь люди живут наши. Четыре тысячи работающих, только работающих. Безусловно, это выход. И это его надо поддерживать. Активальный выход. Здесь никакого противоречия нет. Без потерь. Вехать без потерь. Слава Богу.